Я хотел попросить Сашу Коновалову выйти. Давайте мы его поприветствуем. Не бойся. Добрый день. Меня зовут Александра. Вообще, Бог очень много чудес сделал в моей жизни. Я часто делюсь, раньше особенно часто делилась, сейчас порежу почему-то. И я рассказывала о том, что у меня было тяжелое детство, у меня отец, у него были проблемы с алкоголем, и он всегда, когда напивался, он практически всегда был пьян, насколько я помню, и когда он напивался, он избивал маму, и мы жили в постоянном страхе. То есть я выросла в такой атмосфере, когда ты просто боишься, что отец вернется домой, и если он будет пьяный, то все. И когда я выросла, это оставило отпечаток, и я была уверена, что я вообще никогда не буду замуж, и вообще все мужчины одинаковые, и семья это не мое. Вот. Ну и поэтому у меня, соответственно, были всегда проблемы в личной жизни, сколько помню. Вот. И когда я пришла к Иисусу Христу, он начал менять мое сердце в первую очередь. Вот. Ну и также я в Библии прочитала, какая должна быть семья в понимании, если строить семью на Божьих принципах, я подумала, что, о, да, вот это мне интересно. И так получилось, что я вышла замуж, а это было для меня чудо, то, что вообще я замужем, и то, что мы ждем ребенка, потому что детей я тоже не хотела иметь, никогда это все Бог делает, Он мое сердце очень сильно поменял. Вот. И когда я узнала, что беременна, я подумала, что, знаете, вот есть такие мамочки, ну я не знаю, просто в моем окружении я часто видела примеры, когда девушка беременна, и она настолько паникует, что она без конца ходит к врачам, сдает кучу анализов, принимает там все, что говорят, ну, в общем, боится, что что-то произойдет. Вот. И я поняла, что я не хочу так, потому что я верю Богу. И одно из первых откровений, которые я получила, что по вере вашей да будет вам. Есть такое место в Библии. И это было мое первое откровение, и, то есть, я верю в это, что если я верю, что все будет хорошо, что Господь управляет моим организмом, что ребенок будет развиваться правильно, что он родится здоровым, что все в руках Господа, и все будет хорошо, и не паниковать, то, значит, так и будет. Вот. А если я буду бояться, что, ой, а вдруг что-то, а вдруг я сейчас поеду куда-то, и что-то случится, и так далее, то, как бы, возможно, что-то и произойдет. Вот. И я приняла решение, что я не буду такой крэйзи мамочкой, которая бегает, там все проверяет 500 раз, я буду доверять Богу. И когда я пришла в Варни, в Матчиндом, оказалось, что у них там другие правила, что если я хочу там рожать, то я должна там много-много чего сделать, и анализы сдать, и УЗИ там, не знаю, сколько раз пройти. В общем, там очень такие процедуры, и я так запаниковала, я сказала, нет, я не буду, этот анализ я не буду сдавать, и этот я не буду сдавать. И я просто настолько вот просто прониклась этой ситуацией, что я потеряла мир. И вот подруги, девочки видели, какая я была такая вся, я все время, что мне делать, эти врачи, они ненормальные. Ну, в общем, я вот так паниковала, не знала, что мне делать, как быть, я не хочу идти сдавать эти анализы, я не хочу как инвалид сидеть там каждую неделю у этих врачей, вот, и мы с мужем обсуждаем очередной раз эту тему, как же быть, потому что мы собирались ехать в путешествие, мне нужна справка о том, что на каком я сроке, чтобы меня пустили на корабль, а если я пойду, там опять мне скажут задавать анализы, вообще как быть, и я такая вся переживаю, паникую. И муж начинает мне что-то говорить, и в этот момент Бог проговаривает ко мне, и он говорит, говорит, если ты веришь, что ты здорова, что ты ранами моими исцелена, если ты веришь, что твой ребенок тоже в моих руках, и все хорошо, и у тебя хорошие анализы, и у тебя все отлично, так пойди покажи это врачам, просто спокойно сдай анализы, пусть они увидят, что ты здоровый, и все будет хорошо. Самое главное, это твое сердце в этот момент. Я иду сдавать анализы, потому что, а вдруг у меня там что-то не так, или я иду сдавать анализы просто потому что, ну, вот такие порядки в Майчиндоме, и просто я им покажу, что я здорова, и все. Вот, и у меня такой мир пришел на сердце вообще, просто невероятный. И я, муж там что-то еще говорит, я говорю, все, Саша, все нормально, Бог мне уже сказал, что делать надо. Вот, ну и все, я записалась там на эти анализы, как бы все хорошо. Ну, как бы я не собиралась этим делиться, пастор просто сказал, что надо выйти всем рассказать, вот, поэтому я вышла. Но вообще я очень благодарна Богу за то, что он делает. Как я могу его отблагодарить за те чудеса, которые он делает в моей жизни, это поделиться этими чудесами с другими людьми. Я верю, что Господь будет делать чудеса в жизни каждого человека. Вот, так что спасибо всем за внимание. Я хотела еще коротенькую молитву произнести. Если вы не против, помолимся. Да, спасибо тебе, великий Господь. Я благодарю тебя за все чудеса, которые ты делаешь, за тот сверхъестественный мир, который ты даешь нам. Я благодарю тебя, я молюсь за каждого человека, который сейчас это слышит. Я молюсь, чтобы он лично познал тебя, Господь. Прикоснись к нему, войди в его сердце, своим святым духом, своей любовью. Наполни его своим миром, Господь, и дай ему личное откровение. Пусть каждый человек, который слышит это, он получает личное откровение от тебя. Он слышит твой голос, он слышит ответы на все свои вопросы, которые беспокоят. Я верю, Господь, что ты каждого человека будешь сопровождать, если он откроет тебе свое сердце. Я благословляю всех людей, которые здесь сейчас находятся во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Мы во всем на тебя уповаем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо.